МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа События в студии Светланы Дёмина. И вот о чём поговорим сегодня. В пятёрке лучших в стране по реализации нацпроектов, связанных с ремонтом дорог. В Пензенской области подвели предварительные итоги реконструкции автомагистралей. Проспект строитель, вы, наверное, видите, он в завершающей стадии. За Россию десятки пензенцев приняли участие в патриотическом флэшмобе. Считаю важным поддержать нашего президента Владимира Владимировича Пусина. Население Пензенской области за последние 11 лет сократилось на 8%. Промежуточные итоги прошлогодней переписи. До конца года мы выпустим 12 томов. Первый том мы выпустим в текущем месяце, в сентябре. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Пензе подвели предварительные итоги сезона строительных и ремонтных дорожных работ. О том, как проходит реализация нацпроекта БКД, а также о том, что уже сделано, а что ещё предстоит, на брифинге в правительстве региона рассказал глава областного Минстроя Александр Гришаев. Никаких рисков. Все работы завершат в срок. Пензенская область в пятёрке лучших субъектов страны по показателям реализации национальных проектов по ремонту дорог. Так, в 2022-м в нормативное состояние приводят около 600 километров. Из них больше двух третий. Объекты регионального, межмуниципального и местного значения. Особое внимание к капиталоёмким. Нашли источник и, значит, профинансируем в этом году и окончание где-то, наверное, в третьем квартале следующего года. Это 40 лет октября, обязательно мы его закончим. То есть там основные вопросы все решены. Значит, что ещё? Мы включили в эту программу, значит, ну, проспект строитель, вы, наверное, видите, он в завершающей стадии. Мы его где-то в октябрём месяцем уже, так сказать, завершим с реализацией. Подрядные организации продолжают трудиться и в частном секторе. В основном такие объекты находятся в городской черте. В приоритете за пределами областного центра ремонт подъездных дорог к небольшим населённым пунктам. Мы ремонтируем дороги в этом году, это к сёлам. Вот их, так сказать, ну, нашли такую вот точку. Это сёла 300 человек и более с населением. Вот к ним дороги ремонтируем, значит. Поэтому где-то около 800 километров вот до 27-го года нам надо отремонтировать. И население мы примерно ориентировались около 100 тысяч человек. В рамках областной программы в течение ближайших четырёх лет в нормативное состояние планируют привести автодороги к 170 населённым пунктам региона. Тем временем в микрорайоне «Заря» рабочие завершили оборудование тротуара. Для местных жителей событие долгожданное, ведь раньше людям приходилось передвигаться прямо по проезжей части. Насколько качественно выполнен ремонт, оценил глава города Владимир Мутовкин. А заодно озвучил ряд замечаний, которые предстоит устранить. Получше, чем по грязи ходить, не по дороге. О неудобствах, которые пензенцы терпели многие годы, пришло время забыть. Теперь называемые в простонародье части новой и старой «Зари» соединяет свежий тротуар. По нему ежедневно местные ходят из дома в детский сад, школу и на работу, магазин и на почту. Дорога была полностью разрушена. И вот сейчас буквально это спасение. Мы счастливы, по крайней мере, наша семья. И я уверена, все люди, которые живут в «Заре», они рады, потому что ходить было невозможно. А сейчас все отлично. Это было невозможно, потому что то и глядит, и думает, что тебя сейчас кто-то собьет. А то, что сейчас вот это сделали, это вполне хорошо. Пешеходную зону обустроили по поручению губернатора после неоднократных жалоб местного населения. Участок протяженностью полкилометра и шириной два метра – не только элемент благоустройства. В первую очередь он позволил сделать передвижение горожан безопасным. Обращались жители и с той «Зари», с улицы Юбилейной Молодежной, и с улицы Новоселов, Сюзимова. В прошлом году, наверное, еще было крайне уже большое обращение, когда уже все мы... Я привозил сюда не раз и представителей управления ЖКХ. Убедились в том, что действительно дети ходят под обочине грязной, неосвещенной, грязной, значит, в резиновых сапогах, но это как в деревне. Это уже насущность была этого тротуара, это необходимость. Тротуар поднят достаточно высоко, и никаким образом транспортные средства не могут повлиять на безопасность тех людей, которые передвигаются по этому тротуару. Но есть определенные нюансы, вот Федор Викторович по обращению граждан на них указывает. Нет пока пешеходного перехода там, а он там нужен. Но это, я думаю, будем вносить изменения. Схема организации дорожного движения. И пешеходный переход обязательно здесь организуем. Значит, если вопросы какие-то с водоотведением будут, тоже будем решать. Работы в микрорайоне, который активно развивается, еще много. В частности, здесь будут строить школу на 1100 мест. Ее возведут недалеко от новостроек, предназначенных для переселенцев, из аварийного жилья и детей-сирот. Предусмотрена и реконструкция проезжей части. Дорога станет четырехполосной. В Запорожскую область Украины доставили очередную партию гуманитарной помощи из Пензы. В Пологовский район, над которым наш регион взял шефство, привезли продукты питания, строительные инструменты, констовары и книги. В сборе груза приняли участие как крупные и средние организации, так и неравнодушные жители сурского края. К другим темам. В Пензенской области продолжает успешно действовать программа «Земский учитель». По ней педагогам предлагают трудоустроиться в образовательные учреждения населенных пунктов, где проживает менее 50 тысяч человек. По контракту за пять лет работы в сельской местности положены дополнительные денежные выплаты. Об одном из таких преподавателей наш следующий материал. Каждый из вас должен освоить порядок фонетического разбора слова, деление на слоги, постановку ударения. В конце августа Светлана Ловац перебралась из Пензы в Вазерке по программе «Земский учитель». В сельской школе она преподает русский язык и литературу, а также руководит пятым классом. И хотя дети только знакомятся с новым педагогом, говорят, что первое впечатление оказалось приятным. Очень хорошее, доброе. Всегда может помочь нам в чем-то и либо. Подсказывать всегда. Наша учительница очень добрая, отзывчивая. Всегда нам помогает, если что-то не получается. Уважаем ее, и она нас тоже уважает. Даже если она нас ругается, то мы все понимаем, что это любя, то, что она хочет, чтобы все с нами было хорошо, она просто за нас волнуется. Светлана Ловац долгое время работала в Пензенской школе, но затем узнала о программе «Земский учитель» и решила принять в ней участие. Заявку быстро рассмотрели и нашли для педагога место в сельской местности. Школа меня приняла радушно, и очень положительные впечатления были уже летом. Я приехала, естественно, сначала на экскурсию сюда, посмотрела на сайте видеоэкскурсию, потом приехала на очную экскурсию, пообщалась с администрацией. То есть все располагало к моему окончательному решению. И когда наступил новый учебный год, переселилась уже сюда окончательно, перевела ребенка младшего. То есть он тоже будет здесь обучаться в четвертом классе. Нисколько пока не жалею. Согласно регламенту программы, преподаватель должен проработать в селе пять лет. Взамен он получает выплату, размер которой зависит от региона. В Пензенской области она составляет миллион рублей. В Азерской школе Светлана Ловац стала первым земским учителем. У нас три года не было подряд учителя русского языка и литературы. И только после того, как нас включили в программу «Земский учитель», к нам пришел вот педагог. Хорошее впечатление создает учитель. Ответственное, добросовестное, доброжелательное. Детям и родителям очень понравился учитель. Теперь о COVID-19. Кривая заболеваемости коронавирусом продолжает расти. Так, за минувшие сутки этот диагноз подтвержден у 487 жителей региона. И это максимальный показатель за последние полгода. Госпитализировано 35 человек. Остальные проходят лечение амбулаторно. Также, согласно данным оперштаба, накануне успешно завершили лечение еще 412 пациентов. Всего же в списке выздоровевших за весь период пандемии уже 187 тысяч 212 пензенцев. Жители Зимеченского района станут получать медицинскую помощь на более высоком уровне. В распоряжение районной больницы поступили цифровые чемоданчики. Их руководство учреждения торжественно передали в региональном Минздраве. Это специализированное диагностическое оборудование, которое позволяет фельдшерам и врачам в выездной форме обследовать пациентов. Чемоданчик оснащен электрокардиографом, тонометром, пульсоксиметром, анализатором крови, мочи и термометром. За счет этого мы будем иметь возможность проводить квалифицированную консультацию жителю, который будет находиться физически в отдаленной деревне. А консультацию будут осуществлять самые высококлассные областные специалисты нашей Пензенской области. Я думаю, что вы все хорошо понимаете, это позволит качество и уровень медицинской помощи приблизить к больному. Но самое главное, это позволит спасти не одну сотню человеческих жизней. Данное оборудование, подаренное нам, делает возможность проведения диспансеризации, углублен диспансеризации непосредственно сразу в момент приезда, в особенности в самые удаленные села и к маломобильным гражданам. Для передачи данных, а также проведения телемедицинских консультаций требуется только наличие интернета или Wi-Fi. В Пензе прошел автопробег в поддержку президента России и вооруженных сил страны. Несколько десятков машин проехали по городу с флагами. Маршрут был небольшой, но прилегал через самые густонаселенные районы областного центра, рассказывает Анна Воронова. Машина Валерии Барышевой готова к автопробегу. Флаги надежно закреплены. И так выглядит каждое транспортное средство, которое участвует в патриотическом флешмобе. Точкой сбора стала площадка рядом с монументом воинской и трудовой славы пензенцев. Я впервые участвую в автопробеге, потому что считаю важным поддержать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сама работаю врачом-терапевтом и считаю, что в наше сложное время поддержка очень важна каждого человека. Принять участие в акции могли все желающие. Достаточно было прибыть к старту на автомобиле и иметь при себе флаг России. Изначально планировалось, что к автопробегу присоединятся около полусотни человек. Но уже ближе к выезду стало понятно – участников гораздо больше. При этом среди собравшихся много молодежи. Главы государства принимают очень важные ответственные решения, которые влияют на жизнь каждого жителя нашей страны. В том числе на тех людей, которые сегодня здесь собрались, которые будут поддерживать. Мы обозначили маршрут, проедем. И я уверен, что многие люди, которые будут в потоке, они также присоединятся к нашей акции. Автомобили направились по проспекту Победы к памятнику истребителю-перехватчику Су-9. После проехали по проспекту Строителей до улицы Карпинского. Затем участники флешмоба вернулись в исходную точку – к монументу воинской и трудовой славы. В преддверии выборов депутатов Законодательного собрания региона в Пензе провели акцию для тех, кому только исполнилось 18. Ее назвали «День молодого избирателя». Студентам городских колледжей рассказали об истории, а также о важности голосования. К лекции присоединился и Петр Голубев. Как назывался народный орган в древней средневековой Руси, где происходило обсуждение общих дел, решались насущные вопросы общественной, политической, культурной жизни. На вопросы, касающиеся истории выборов, отвечают студенты Пензенского колледжа транспортных технологий. Все они стали участниками Дня молодого избирателя. Такую акцию в нашем регионе решили провести в преддверии единого дня голосования. И все эти ребята в этом году впервые примут в нем участие. Думал проголосовать, прийти, посмотреть на всех, кто избирается, выбрать понравившихся для себя и за него проголосовать. Аналогичная акция прошла и в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса. Здесь также немало тех, кто в этом году проголосует впервые. А потому рассказ об истории и процедуре выборов студенты слушают внимательно. Подготовка занимает не так много времени, потому что студенты имеют очень активную гражданскую позицию, активно включаются в работу с большим удовольствием и с большим энтузиазмом. Поэтому кого-то заставлять абсолютно не стоит. Они дети очень открытые для любого участия, для любых активностей. На самом деле это приятно, что я могу повлиять на судьбу города, в котором я живу, страны в какой-то степени. И я считаю, что это важно, когда человек может хотя бы таким образом как-то повлиять на свой родной город, на свое родное место. Всего в нашем регионе молодежь составляет 24% избирателей. Почти 5000 человек проголосуют впервые. Это чуть больше, чем год назад. Мы считаем, что это необходимые условия вовлечения молодежи в политическую систему Российской Федерации и Пензенской области, чтобы они знали, что происходит, как происходит и зачем это происходит. Вот эти мероприятия мы считаем очень важными и полезными. Напомню, что уже в пятницу в нашем регионе стартуют выборы депутатов законодательного собрания. Голосование станет трехдневным. В Пензенском отделении Федеральной службы государственной статистики подводят итоги переписи населения, которая прошла в 2021 году. Окончательные данные станут известны ближе к концу 2022. Пока же рассказали о предварительных результатах. Подробности в следующем репортаже. Население Пензенской области за последние 11 лет сократилось более чем на 8%. Таковы первые итоги всероссийской переписи населения. Как отмечают в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики, причины у такой динамики как естественные, так и миграционные. Всего же по состоянию на 1 октября 2021 года в нашем регионе проживало 1 млн 266 348 человек. На долю областного центра приходится около 500 тысяч. Если отметить с прошлогодней переписи, которую мы проводили 11 лет назад, то у нас снизилась численность на 8,6% или на 119,8 тысяч человек. В состав Пензенской области входит 318 муниципальных образований. Доля населения городов составляет почти 70%. И эта цифра постоянно растет. Однако даже в них наблюдается общее снижение числа жителей. При этом есть районы, где в последнее время людей становится больше. Среди них Белинский, Неверкинский, Наровчатский, Пензенский, Малосердобинский, Башмаковский и Сосновоборский. До конца года мы выпустим 12 томов. Первый том мы выпустим в текущем месяце, в сентябре. Он будет называться численность и размещение населения. Вся информация у нас будет размещаться на официальном сайте Росстата. Окончательные итоги всероссийской переписи населения подведут до 31 декабря 2022 года. Вся информация будет опубликована на сайте Росстата. На очереди криминальная хроника. Сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали злоумышленника, который рассчитывал заработать на распространении запрещенных веществ в нашем регионе. Автомобиль курьера остановили на федеральной трассе в Нижнем Ломове. На этих кадрах момент задержания мужчины, который, по полученной пензенскими полицейскими информацией, причастен к незаконному обороту наркотиков. Как удалось выяснить, злоумышленник вез запрещенное вещество из Московской области, чтобы потом разложить его по тайникам, оборудованным на территории пензенского региона. Осуществить задуманное у него не получилось. На федеральной дороге М5 «Урал» его автомобиль остановили автоинспекторы. В операции также приняли участие бойцы спецподразделения «Гром». В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля, под спинкой заднего сидения, полицейские обнаружили и изъяли вакуумный сверток из полимерного материала с веществом, а также вакуумные пакеты и устройства для вакуумной упаковки. Кроме этого, полицейские изъяли у подозреваемого два сотовых телефона, банковские карты и денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей. Изъятое было направлено на экспертизу. В изъятом свертке находился килограмм вещества, содержащего в составе наркотическое средство «Мефедрон». До суда мужчина заключен под стражу. Он может лишиться свободы на длительный срок. 220 лет на страже законности и порядка. 8 сентября все, кто работает в сфере юстиции, отмечают свой профессиональный праздник и круглую дату со дня создания ведомства. На торжественном собрании, состоявшемся по этому случаю в губернаторском доме, побывали мои коллеги. В губернаторском доме собрались те, кто находится на страже российского права. И это не только государственные служащие, занятые конкретно в Министерстве юстиции. Работники службы исполнения наказания, судебные приставы. Это работники ЗАГСов, которые выполняют федеральные полномочия по регистрации актов гражданского состояния. Это адвокаты, это нотариусы, это дружная семья выполняет все те функции и достаточно сложные задачи, выполняет их с честью и достаточно на высоком профессиональном уровне. Это мощная централизованная система, выполняющая государственные задачи по укреплению единого правового поля России. Сегодняшний авторитет органов и учреждений юстиции в Пенинской области не сложился бы без людей, которые своим многолетним трудом способствовали его формированию, вложили свои профессиональные знания. В сфере юстиции 220 лет. Отсчет начинается с 1802 года, когда по повелению императора Александра I было образовано одноименное министерство. И этот орган государственной власти постоянно развивается. Например, в настоящее время в правовую жизнь государства активно внедряются цифровые технологии. Но и тогда, и сейчас главной целью работы остается защита конституционных прав граждан и юридических лиц. Ну, если не будет натряда, ну, это, естественно, возникнет такой хаос, что, по моему понятию, это невозможно будет существовать государство. Это будут нарушены права и граждан наших, это будут нарушены права и юридических лиц, это невозможно будет вести экономическую жизнь в нашем обществе. В то время как технологии помогают поднимать эту государственную службу на более высокий уровень, сами сотрудники остаются верны традициям, заложенным несколько поколений назад. И в завершении выпуска немного о спорте. Новый сезон чемпионата высшей хоккейной лиги «Дизель» начал с поражения. Дружина Алексея Медведева уступила на выезде в Воскресенскому «Химику». В начале встречи пензенцы старались навязать хозяевам льда борьбу, но пропустили уже на девятой минуте. Вторая шайба побывала в воротах «Желто-синих» на экваторе противостояния. В самом начале заключительного отрезка игры «Химик» отличился в третий раз. На это пензенский клуб ответил точным броском Данила Лапина, который реализовал большинство. Эта шайба стала для пензенцев единственной, а хозяева льда в свою очередь успели восстановить комфортную разницу в счете. 1-4 – поражение «Дизеля», после которого тренерскому штабу нужно будет сделать работу над ошибками. Следующий матч наша команда проведет на выезде 9 сентября против хоккейного клуба «Рязань». К этому часу все. Я с вами прощаюсь. Еще больше новостей найдете на нашем сайте. До встречи. В Пензе также пасмурно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5. Днем до 11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.